Тут есть два обстоятельства. Первое – это кризис. Дело в том, что кризис резко увеличивает в условиях роста уровня жизни. Это становится самостоятельной ценностью. И люди все остальные проблемы начинают складывать, откладывать. Типа, ну что мы будем сейчас воевать, сейчас у нас будет еще больше денег, и мы какую-то часть выделим на решение этой проблемы. В условиях, когда жизнь становится все хуже и хуже, резко возрастает тяга к справедливости. А справедливость бывает трех видов. Она бывает социальная, и это коммунизм. Она бывает религиозная, и тут все ясно. Это там ислам, это православие, это все остальное. И она бывает национальная. И отсюда национализм. Поэтому, чем хуже, собственно, национализм европейский – это результат Великой депрессии 30-х годов. Это один фактор. Фактор второй. В Европе существуют континентальные элиты, старые. Старые деньги, привязанные к земле. Эти элиты потерпели в своей истории два сокрушительных поражения. Первое. Они проиграли мировой финансовой элите Первую мировую войну, и была разрушена Германская империя, была разрушена Австро-Венгерская империя, и была разрушена как бы система, ну как бы остаток феодальной, значит, системы контроля за землей. Эти же люди попытались взять реванш, приведя к власти Гитлера и Муссолини, и снова проиграли мировой финансовой элите и элите коммунистической, Сталину. Сегодня пришло время второго реванша. Соединенные Штаты Америки ослабевают, мировая финансовая элита ослабевает, они начинают брать реванш. Но проблема состоит в том, что на законодательном уровне запрещены очень многие вопросы, которые касаются, ну как грубо говоря, эти люди, эти элиты могут прийти к власти только под неким аналогом доктрины «кровь и почва». А они во многих местах запрещены законодательно. Кроме того, выращено колоссальный слой довольно широкий либеральной элиты, которая будет орать и кричать, что с этим надо немедленно кончать. Ну в частности, любая кровь и почва — это здоровая семья. А с точки зрения современной либеральной концепции пропаганда здоровой семьи — это угнетание бедных сексуальных меньшинств, что категорически запрещено. То есть демонстрировать гей-парады можно, а демонстрировать крепкую и здоровую семью — это преступление. А Франция, например. То есть Афранция в телевизоре нельзя показывать крепкую и здоровую семью, потому что это ущемление секс-меньшинств. Так вот, в этой ситуации нужно иметь место в Европе, где можно было бы эту идеологию заращивать. Единственное место, где это может быть сегодня, если так кинуть, — это Галиция. Поэтому с точки зрения континентальных элит европейских Юго-Восток должен победить, взять Киев, Галиция должна отделиться. И там нужно устроить такую вот мини-гитлеровскую Германию, задача которой является легализовать вот эту вот националистическую концепцию, доктрину кровь и почва. А дальше оттуда двигаться по всей Европе.